В центре Парижа, на Елисейских полях, находится представительство нашей авиационной компании Аэрофлот. Перед входом в Аэрофлот металлические барьеры, усиленный наряд полиции. Все это предостережение от возможных новых антисоветских провокаций. Именно так и только так можно расценить происшедшие здесь последние дни события. В помещении Аэрофлота некий Ален Эскофье подверг себя самосожжению. Французская буржуазная печать развернула вокруг этого случая шумную кампанию, утверждая, что якобы в странах социализма ущемляются свободы и что поступок самоубийцы явился выражением протеста против этого. Разоблачению подобных утверждений послужила пресс-конференция, состоявшаяся в Аэрофлоте. На ней выступил генеральный представитель Аэрофлота во Франции Полуянчик. Основываясь на фактах и рассказах очевидцев, он сообщил, что самоубийца находился в состоянии депрессии или под действием наркотиков, пытался и до этого не раз покончить с собой. «Мы считаем», — заявил представитель Аэрофлота, — «что этого несчастного человека определенные силы использовали для враждебного акта в отношении Советского Союза». Пытаясь предотвратить несчастье, один из сотрудников Аэрофлота получил серьезные ожоги, помещению причинен материальный ущерб. Через несколько дней в представительство Аэрофлота ворвалась группа в 15-17 человек, которые учинили в помещении погром, проявили насилие в отношении сотрудников Аэрофлота. «Эта бандитская выходка», — сказал представитель Аэрофлота, — «не имеет ничего общего с истинным отношением французского народа к советским людям, к Советскому Союзу. Речь идет о выходке тех сил, которые стремятся нанести вред советско-французским отношениям. Этим силам не угодно успешное развитие советско-французского сотрудничества. Они готовы на любые выходки, чтобы затормозить международную разрядку, подорвать доверие между народами».